Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня хочу поговорить с вами о комнатных острых перцах и показать свои перцы, которые я возьму на зиму домой. Уже с весны я сразу намечаю, какие из перцев поедут со мной осенью в дом, каким из них я буду продлять жизнь, а какие останутся на улице. Те, которые на улице останутся, я выращиваю, конечно, в открытом грунте, а эти тоже у меня растут в открытом грунте, но только я сразу высаживаю их или в кашпо, или в ведра. Вот такие в 5-литровые баклушки. Вот для этого специально ведерко купила. И все лето они у меня растут вместе с другими на солнышке в открытом грунте. Они прекрасно там опыляются, завязывают свои плоды. Некоторые даже успевают вызревать. Вот видите, уже есть оранжевые плодики. Но потом, когда становится холодно, вот сейчас уже через неделю, через две, когда ночные температуры уже будут низкие и будет угроза заморозков, я все эти перцы спокойно, легко возьму домой, поставлю на подоконник или на полочку. Некоторые перцы всю зиму стоят, даже не сбрасывают листья. Вот смотрите, сколько бы еще плодов было, он же вот так вот цветет, все завязывают. Вот маленькие-маленькие крошечные перчиночки. Конечно, на улице они это все не вынесли, ну как, не смогли бы сформировать, не успели бы, из-за того, что будет холодно. Из-за того, что будет холодно, вот этот очень интересный сорт перца мне прислали. Я никогда ни разу такой не выращивала, в прошлом году у меня был дома, есть фото там в Одноклассниках, вот такой толстенький, красненький. Ну вот этот сорт, это вообще украшение, это декоративность такая его, он как вместо комнатных цветков у меня будет. И тут же почему-то выросла помидорка, видать, в грунте семечко было. Я ее тоже хочу отсадить в отдельный горшочек, она тоже поедет с нами домой, раз уж у нее вот судьба такая, что она к осени ближе взошла и родилась, конечно, у меня рука не поднимется ее, выдернуть, уничтожить. Вот на будущий год, если вы захотите всю зиму прям с кустов рвать и употреблять острые перцы, ну допустим, в какую-то еду, в какие-то салаты, то вы уже заранее весной наметьте, сколько штук вы понесете домой и посадите в отдельное ведерочко, в кашпо, даже просто в какие-то банки из-под воды минеральной, 5-литровые. Видите, смотрите, сколько будет перца. Вот это перец оранжевый гном, я зимой вам его потом покажу. Обычно такие перцы в открытом грунте, они не могут полностью дать весь урожай, но не позволяет вот наше короткое лето в сибирском регионе, да и у нас вся страна такая, сильно, очень мало огородников, которые живут в таких, ну сильно комфортных, теплых условиях, большая часть нас проживает в холодных регионах, и вот эти остренькие перчики, они не успевают нам отдать весь урожай, но стоя зимой у меня на полке, на подоконнике, на камин ставлю везде, он, конечно, во всей красе будет, вот эти все плоды поспеют, будет очень большая декоративность и польза, и красота. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это я показываю свои перцы, которые я приготовила занести на зиму домой, которым продлю жизнь, которые будут очень этому рады. Все.